здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю всех кто поддерживает мой канал кто пишет и оставляет комментарии но и также бота фирму потому что делаете меня крепче сильнее умнее и так далее итак тема посвящается тема посвящается тому что шаман собирается петь песню седая ночь юра шатунова я не собиралась делать этот фильм вот честно могу сказать я не собиралась я хотела сделать разбор клипа юрия шатунова седая ночь попозже где-нибудь через полгода меня спрашивают часто собираюсь ли я продолжать расследование принципе я самую главную суть сказала в своих многих фильмах я считаю что это достаточно надо просто их внимательно посмотреть если вы хотите разобраться потому что никто вам не будет готов готовую пищу вкладывать пережеву на вернее вкладывать в мозги да надо все-таки подключаться и думать самим я сказала основную мысль и я от нее не наступаю я считаю что смерть юрия шатунова а также сергей кузнецова она связана с определенными вещами которые не зависит от двух персонажей на которых все скажем так склецли свет клином сошелся как мне говорят свет клином сошелся отчасти сошелся да потому что они высветились главными высветились но там гораздо все более серьезно и на других уровнях находится и вот получается что некий шаман мы знаем как исполнитель раскрученные распиаренные за год вот буквально взлетел распиаренный на патриотической теме то есть это уже элемент это уже элемент пропаганды якобы патриотики это ко мне я не считаю что это патриотизм я считаю то что распиаренная управленческая тема несамостоятельная фигура вот этот шаман сама это кличка тоже это не псевдоним это кличка псевдоним это имя фамилия а вот подобные вещи это кликухи кличка и она тоже не случайно люди в комментариях мне писали о том что вот этим шаманом заменили шамана габышева я не знаю в этом смысле или не в этом смысл у меня другая версия я вам сегодня скажу естественно это мое субъективное личное мнение я никому его не навязываю но моя правда есть моя правда я имею право говорить свою правду на своем канале в начале фильма есть аферта то есть те кто не хотят слышать не согласны категорически или будут собирается писать не гадости вы хотя бы освойте осмыслите прочтите вот эту аферту которая в начале фильма я не отвечаю за ваши мысли за ваши образы и вообще за ваше настроение и за ваш гормональный фон и так далее я разговариваю со своими подписчиками которые в теме и за со многими миллионами людей которые понимают о чем речь но высказать не могут как они говорят не могут сформулировать и вообще не знают что делать в этом случае но вот смотрите что не надо переживать за всех не надо переживать за те несколько тысяч которые как ну скажем так не не думая не вдумываясь ведутся под управленческие темы под красолов вот теперь новый красолов это у нас вот шаман появляется да его раскрутили мгновенно распиарили мы помним на двух песнях и момент когда началась военная операция специальная военная операция и это пришлось что называется в кассу какая песня была я русский и встанем русский встанем и вспомните образ который ему нарисовали естественно это не он сам придумал этот образ ему навесили а он по молодости он я вот вижу просто как взрослый зрелый человек два раза его старше я вижу что он даже не сечет вообще что на нем надета какая символика я имею ввиду и что его просто используют в этой игре возможно он тоже нет недопонимает но ему нравится ему нравится популярность он мне и купается и к сожалению эта ловушка то есть ему сделали предложение ему дали морковку и он ее заглотил вот это такое мое мнение к чему я это все веду не так я уже говорила о том что является числа 17 10 23 что это дни так называемой судной войны это все библейские дела сионистские дела это их там пророчества это их праздники и что этот концерт является предложением аферты по переносу ответственности за загубленной жизни шатунова и кузнецова соответственно потому что репертуар это вот они два человека которые ушли странным образом из жизни один за другим потому что один собирался что-то сказать и другой собирался что-то поведать миру но и в общем то не успели они ничего сказать и поведать и просто так вот ушли все попытки людей поклонников достучаться до следственного комитета не возымели никаких результатов были отписки я уже это повторялось еще раз повторю для тех кто не смотрел мои предыдущие серии фильмы что люди писали письма юристы составляли грамотные заявления люди писали в следственный комитет и получали совершенно глупейшие наглые отписки причем даже от людей которые и в общем-то и не числится то есть это был такой троллинг населения плевок населения это говорит о том что вот эта загубленность вот эта вся странность в гибели величайшего популярнейшего человека светлого человека но может быть одного из светлых людей на эстраде единственный он действительно такой единственный неповторимый за все время даже советской эстрады там были очень хорошие светлые люди но вот с 90-х годов шатунов это конечно единственный такой удивительный экземпляр и не получали никакого ответа это говорит о том что не то что вот эта такая крутая мафия там тот криворотов или этот директор который всех купил ничего подобного если они и участвовали то только как исполнители один главнее другой помельче рангом они все в этой теме до крутились нет там там сверху все это гораздо выше потому что люди обращались даже в общественную палату и там все прикрыли понимаете на каком уровне это было сделано просто так что ли значит в чем причина зачем у получается убрали шатунова и кузнецова заодно потому что они владели какой-то тайной возможно они владели списком но узнали конкретных людей которые замешаны в каких-то тяжких преступлениях и поэтому не могли ну скажем или стали слишком опасны и их решили убрать так сказать не просто так убрать но еще и сорвать большой куш то есть направить это человеческое горе это колоссальная энергия направить нужное направление случилось это во время военных действий как мы знаем и так очень много горе всякого и тоже это случилось в непростые числа 22 на 23 я так полагаю что идеально у них должно было быть чтобы шатунов погиб с 20 в 00 часов 00 минут но поскольку здоровье у него было крепко он был спортивный человек и в общем-то следил за собой немножечко не рассчитали и он прожил дольше то есть перешел мы все равно это те же самые эти масонские числа 23 в том числе как раз вот день начала войны великой отечественной это все не случайно они любят эту к баллистику они любят эти вещи которые простому человеку русскому вот здесь советскому они вообще непонятно далеки кажется ну это вообще за гранью это какие-то фантазии нет это не фантазии они действительно в это во все играется и свято в это верит об этом сказал грех он уже сказала что он очень уважает кабалу и вот они строго по ней живут если вы за ними понаблюдайте за некоторыми ребятами особенно из этих выше из вшей института в шее то у них там кругом это кабалистика у них кругом эти символика их и масонская в том числе и ритуальные чего только не было вспомните вспомните ритуал на в днх вот эти вот бесплатное катание на катке когда пригласили молодежь вот они приняли эту оферту пригласили кататься окна сатурна называлась катались по часовой стрелке против часовой стрелки и заводили как бы ключ ключ здания если сверху посмотреть то это выглядит как ключ который заводит здание у советской украины павильона украины вспомните у меня тоже на канале эти фильмы есть все это же все не случайно потом что началось через месяц плюс у них там был они проводили пытались провести день апокалипсиса тоже были вечера тоже сорвалось потому что это все озвучивается когда это все озвучивается аферта не принимается но надо об этом сказать и вот в данном случае мне попалось мне лично вот если бы не это лично не попалась в ленте вот эта информация да конечно я уже слышала что шаман собирается петь исполнять песню седая ночь но мне лично она в ленте не попадалось я понимал уже что я знаю для чего это все делается попытаюсь вам объяснить подбираю слова но когда мне лично попадается в ленте это уже для меня идет оглашение. Поймите, как они работают. Это оглашение и предложение оферты. А я не собираюсь акцептировать подобную оферту. Я ей говорю без акцепта, без оборота на себя и ставлю вето. Я ставлю вето этой песне в исполнении этого шамана песни «Седая ночь» в эти именно числа 17, 10, 23. Я ставлю вето без акцепта, без оборота на себя. А дальше я вам объясню. Если, конечно, вы хотите, я думаю, многие скажут, что да-да-да, хотим-хотим. Уверена, что мои зрители хотят понять, что же за этим за всем скрывается. Мое, естественно, собственное субъективное мнение. Опять-таки, никому ничего не навязываю. Не нравится, идите мимо и, так сказать, не надо спорить и ничего говорить. Те, кто понимают, где в теме, я вас просто предупреждаю. Сделайте, может быть, то же самое, но просто как пример. Почему? Почему это происходит? Еще раз, думайте, просто так его раскручивали, поднимали на вершину волны, именно политической волны. Я тут увидела, он даже спел гимн России на Красной площади. Там был концерт большой, и он пел гимн России, где стояли политические лидеры, в том числе президент. Спел он у него неважно. Не потому, что он плохой певец или исполнитель, потому что он просто не созрел для исполнения гимна. Он просто сырой, он еще слишком молод, но его туда засунули. Люди, которые занимаются вокалом, не вокалом, которые с эстрадой связаны, они понимают, что он не тянет это. Он не тянет ни энергетически, ни голосом, никак. Он не тянет гимн. Тем более, это гимн Советского Союза, который, в общем-то, украл РФ, вот это вот эта организация, которая зарегистрирована в США, то есть это управляющая компания. Это давно уже известно, все эти документы, что это управляющая компания, и у нас, как у народа, нас обманули, нас делали недееспособными физлицами, у нас есть опекуны с советскими паспортами, с советскими деньгами. Это мы уже неоднократно тоже обсуждали на канале. Но большинство населения, ну, многие, наверное, все-таки, многие, не большинству, но многие, они считают, что все это нормально, как-то вот это страна, не страна, нет. Это управляющая компания на территории страны. У нее юрисдикция находится на континентальном шельфе, и она хочет залезть на континент, то есть на советские территории. А юрисдикция ее сама на континентальном шельфе. И вот этот триколор, это флаг временного правительства, а еще это флаг Власова, предателя Власова, который был, кстати, русским человеком. Он не был никаким евреем или сионистом. Это был русский человек, который предал не только свою родину, Россию, свой русский народ, но он и подставил целую армию людей, которые погибли из-за него, вот из-за этого Власова, то есть их просто вот в такие условия поставили. И там вообще очень много погибло. И эти люди не получили должного. То есть они пошли как предатели в бесконечность, они пошли в вечность, погибшие как предатели, хотя они, многие из них, тысячи никакие не предатели. А предатель был вот эта вот одна тварь такая, Власов. И он как раз ходил с триколором. И все это, и работал с гитлеровцами вместе. Все это абсолютные факты, которые известны. И вот на этого персонажа, на этого певца натягивают вот эту форму, повязку. У него видок, вот люди, которые пожилые, советские, они знают, что такое, что такое фашист, да, что такое фашистская форма. И вот эти ассоциации, они безусловно проскакивают. Вот кто его так нарядил? Да еще там католический крест ему повесили. Вот зачем? Он сам понимает, что это вообще, что это вообще означает, что это за символика. То есть такое ощущение, что это просто попугай какой-то, вот безмозглый, на которого повесили. Либо, я считаю, что это просто по молодости. Он действительно не понимает. Он думает, ну ему сказали, вот так вот надо, вот так вот оденешься, вот это круто. И вот так будешь выступать. Вот лично такое мое мнение. Он, что он абсолютно не самостоятельный. Плюс, на чем же он поднялся? Говорят, он долго шел, там, 10 лет он шел. Никто, да, правильно, правильно. В шоу-бизнесе именно так. Я могу об этом говорить, потому что 20 лет я была в этой теме, что называется, за кулисами знала, что там, как это вся кухня происходит. Я была солисткой мус-эстрады. И я знаю, как варилась эта кухня, весь этот шоу-бизнес, потому что, естественно, постоянно пересекались на сцене. Но выходили в эфир и светились только около 100 человек. Это те же самые, которые сегодня, они уже старые, но они все равно также светятся. Они молодятся, они там делают пластические операции, но они все равно держатся и сидят. Это тоже самое, ну, элитка, улитка, вот избранные несколько человек, в основном одной национальности. И вдруг вот этот русский прорывается, русский с русским именем, фамилией, но под кличкой Шаман, прорывается с двумя песнями «Я русский» и, соответственно, встанем. И все, и прям народ так воспрял, тем более военная операция идет, и, то есть, они ударили правильно. Те, кто за ним стоит, они совершенно правильно попали в целевую аудиторию определенной группы людей. Не все попались на эту удочку, не все. Не всех захватил вот этот вот певец-исполнитель и эта песня. Далеко не всех. Это не значит, что люди не патриоты Родины или еще там как-то. Просто они не поняли, а что, собственно говоря, произошло. А что тут за это самое, за истерика такая пошла? Я русский. Ну, я русский, и что? Ну, русский. А чего надо кому-то доказывать назло, что я русский? Кому назло доказывать, что я русский? Если я русский, вот я русская, мне вообще фиолетово. Кто про меня, что думает? Меня еврейкой называют, татаркой называют, кем меня только не называют. Но мне наплевать глубоко на то, кто и что это говорит. Я-то знаю про себя. Это я вам скажу, как Марк Аврелий. Марк Аврелий – это римский император, и он говорил такую, такую фразу. И полезно иногда книжки читать умные. Давно-давно я это прочитала, но запомнила на всю жизнь. Прочитала лет 20 назад. Что Пурпуру и Бархату говорят, и Жемчугу, что он не Пурпур, не Бархат, не Жемчик. Пурпур знает, что он Пурпур, Бархат знает, что он Бархат, а Жемчик знает, что он Жемчик. Вот. Не дословно, но где-то так. Про Пурпур точно там он есть, и про Бархат точно тоже он есть. Вот это так. То есть не надо никому доказывать, что ты есть русский. Если ты свою суть знаешь, тебе не нужно никому ничего доказывать. Тут сполошилась какая-то часть населения, которая, видимо, не уверена, что ли, что они русские. И они пошли вот за этим крысоловым. Я имею в виду персонаж на его месте. Мог быть кто-либо, кто угодно на месте этого человека молодого, талантливого, безусловно, с большим потенциалом вокальным, безусловно. Но ему не дают, ему не дали дойти до своего нормального истинного потенциала вокального, исполнительского, в том числе. Его сорвали раньше времени. Но он это не понял, он заглотил. Ему нравится, ему по кайфу это. Он купается в этой славе, не понимая, что как ты взлетел, так тебя могут и опустить. А куда ты опустишься без парашюта? Это большой вопрос. Он этого не понимает, заглотил. Но ладно бы он, он молодой человек. Та же Кармухина его, по-моему, останавливала. Ее все заклевали в этом вопросе, хотя она абсолютно правильно сказала, что он еще не созрел. Он реально не созрел для такой роли, для роли политического арбитра. Значит, кто-то управляет этим. И что же, давайте просто подумаем на вскидку, что же это может быть. Для чего разыграли эту карту под именем, вот под таким вот названием шаман, и под эту вот, под всю русскость, и под это встанем, вот под это подо все. Сейчас-то уже никто не поет, ни я русский, ни встанем. Может быть, он на концертах, безусловно, поет. И та толпа, которая попала под зомбирующее влияние, вот этот смотри телевизор, они все так же пляшут, возможно. Ну, хорошо, ну и что? И, ну, пляшут, ладно. И вот эта целевая аудитория, на которой работает, их довольно много. Они принимают оферту. Они, получается, принимают оферту за всех русских. Ну, пардон, пардон, пардон. А разве все русские согласились пойти за этим шаманом? Он же какой-то шаман. И куда он ведет? И мое мнение, что из него сделали такого самого крысолова, того самого, который с дудочкой ведет, в общем-то, часть населения, какую-то часть, небольшую часть населения, куда-то ведет. Но за этим населением может потащить все. Потому что символика. Я русский, встанем. Встанем и пойдем. Куда пойдем? А куда пойдем, не сказали. Вот это самое главное. То есть цели, полагания нет. Встанем. Хорошо, встанем. Вот русские встали. И дальше куда он будет крутить? А на самом деле не он крутить, а им кто будет крутить и рулить вот этим образом, который вот в этой кожанке, вот в этой повязке с триколором, в Ласовской этой повязке и временного правительства, еще там с этим деревянным крестом на шее на всякий случай. Ну, кому-то, может быть, это понравится. На кого-то это воздействует. То есть вот все образы повесили, какие только можно. И вот самое главное, каждый образ-то он такой странноватый. Он такой вот фашистующий, этот образ рисуется, по крайней мере, советским людям. Мы-то знаем, нас не обмануть. Молодежь, естественно, не знает. У них нету этой прививки, что называется, вот от фашистов, от немцев, от той захватнической войны. А они же сюда пришли. Они же здесь сидят. Они же пришли все во все 90-е годы. Они никуда не вышли. Они сидят, но они пытаются рулить этим народом, управлять, разлагать его, расслевать его. Ну и теперь, значит, прежде, прежде я хочу сказать, что на место Шатунова готовили, сами понимаете, кого. Не удивляйтесь, готовили Даню Милохина. Как расшифровывается Даня Милохин? Даня Милохин – это Дан, Дан, милый лох. Да, если буквально, милый лох. Это взяли мальчика из того же детдома и придумали ему легенду о том, что он спал в этой же комнате и на той же самой кровати. Кто его раскручивал? Греев его раскручивал. Помните этого Даню Милохина? И раскрутили его по полной программе. Но Даня не оправдал. Когда вот пошла вся эта заваруха, Даня не оправдал надежд. Он сбежал и, в общем-то, оказался, ну, так сказать, слабеньким. Слабеньким он оказался, дурачком каким-то. Это естественно, потому что его не развивали, а этого молодого, хорошего мальчика русского его с молодых ногтей развращали с этого детского дома. Когда у них вырвался из-под рук, они поняли, что вот с таким, как Шатунов, вот не получится, они стали вести другого. Они его вели-вели, да вели, да вели, да вели, да. И он сорвался, потому что вот такая ситуация, опять у них промах получился с этим милым лохом. Тогда нужно следующего. Кого следующего нужно брать? Нужно нового, уже русского брать. Опять русского надо взять. Почему именно русского? Потому что если его приносить в жертву, ну, по ритуалам там, по всем, то нужен обязательно русский. Тем более русский, который встанет и поведет других русских куда надо. А кому надо, никто не знает. Никто же не знает, кто стоит за всем этим образом и за этим проектом. За человеком, который, ну, видно, сырой, молодой, еще не созревший. Как личность. Он пустой, за ним ничего нет. У него нет никакой его личной истории. Ему пытаются натянуть на уши вот эту историю, что он там страдалец, что его жена бросила, об этом пишут, что там на 6 лет она его старше, и не поехала с ним в Москву, и там у нее другой уже какой-то человек появился. Вот это все пишут, значит, вот эти сплетни переписывают. Ну, эту историю, что вот он страдал, мама там переживала за него, как он страдает. А тогда вопрос, а что же жена-то его бросила? Она 6 лет старше. И надо же тебе, не поехала в Москву к этому счастью, ко всему, вот к этой славе. И как бы типа, что она локти там кусает. Да нет, наверное, не кусает. Мало того, она решила жить своей спокойной жизнью, простой. И ничего, оказывается, ей не надо. Может быть, не такой уж и плохой человек, и эта жена, и, может быть, она что-то знает такое, почему она не поехала сюда. Почему она во все это не полезна? Может быть, женщина-то умная как раз. А вот здесь вот оказалось, что, может быть, тщеславие этого человека и сыграло. Вот смотрите, проводились конкурсы. К чему опять я веду конкурсы? Он был замечен, вокалист хороший. А там было много хороших вокалистов. Нам говорят, что Пугачева там вела, еще кто-то. Она резала, рубила, кого-то выводила, кого-то нет, и вот его конкретно не выводила. А сегодня мы знаем, кто такая у нас Пугалкина и кто такой Макаревич. И это были все люди популярнейшие. Они же с молоду, они в нашей молодости нам мозги промывали своими пениями. Вот новый поворот. То есть готовили нас. И мотор ревет, что он нам несет. Пропасть или взлет. Это они нам к 90-м годам готовили. Омут или брод. И омут, и не брод, и пропасть. Вот куда. Никакого взлет. Для кого-то взлет. Для таких, как Макаревич, для таких, как Чубайс, которые все слиняли и оказались иностранными агентами. Но они сидели в элите и вели эту повестку дня. И они же, раз они иностранные агенты, они, значит, замешаны. Их ведут из-за границы. Они выполняют планы, заказы. Почему они и стали иностранными агентами. И все это проекты. И для чего они делали эти проекты, вот эти иностранные агенты. Они же сидели в жюри. Тот же Агутин. Они до сих пор их никто. Их просто назвали иностранными агентами. Но недвижимость, их собственность никто не забрал. Никто ничего не сделал. То есть все остается по-прежнему. Мало того, уже многие собираются возвращаться. Как бы говорят, ставлю вето на это. Умерла, так умерла. Итак, для чего они делают эти конкурсы? Если у нас ищется новый красолов для молодежи, для масс, масс надо управлять. Нужна популярная личность, певец, исполнитель, харизматичный. Они смотрят на них. И полно замечательных вокалистов, супер-пупер, красавцев, девушек, парней замечательных. Но они никуда не пробиваются. Тестируют, кто подойдет, кто не подойдет. Кто-то продается, кто-то не продается. Кто более тщеславный, кто более глупый, кто не очень далекий. Популярные, сделать популярным, харизматичным, это все не вопрос. Это все технологии, которые пришли с Запада. Потому что советская эстрада, она была спокойной все-таки. Там не было вот этого беснования, которое пришло с Запада. И сейчас вот это беснуется, это наркотик. Это гормоны, вытряхивают из надпочечников гормональные, все эти вещества, которые прыскиваются в кровь, в мозг идут, и люди дуреют от музыки, от децибелов. И они становятся сумасшедшими. И можно внушать этой массе все, что угодно. Это и происходит. И происходило, и происходит. И пока это все есть, пока принимают советы, будет происходить. Поэтому на него пал выбор. Его просто выбрали по подходящим параметрам. Он, в отличие от других, просто подошел. Числавный, может быть, не очень, ну, пустоватый такой, не очень умный. Из него пытаются сделать мудреца какого-то. Там нет ни одной мысли. Я пока не увидела ни одной какой-то серьезной, зрелой мысли. В отличие от песен Шатунова. Там все пронизано и болью, и страданиями, в то же время светом и мудростью. Шатунов поднял себя сам. Он действительно вырос. Я почему про него и говорю? Потому что это человек какой-то уникальный. Реально он какой-то уникальный, непростой. Это нам просто всем дар какой-то свыше. Мы должны что-то понять все. Такое большое. Он не просто так погиб. Мы должны вот эту жертву, которую из него сделали жертву, мы должны это обратить себе в силу, чтобы его жизнь и его смерть были не напрасны. И мы это делаем. Я в том числе это тоже делаю. Поэтому я пишу, записываю этот ролик, объясняю тем, кто хочет меня слушать, кто понимает, кто в теме. А кому не нравится, свободны. Вон, до свидания с канала. И не надо ничего дальше писать. Занимайтесь, идите. Что хотите, делайте. Я вас ни к чему не призываю. Я говорю только для своих. Для своих русских. А не тех, которые побежали за очередным козлом отпущения. Только, к сожалению... Вот знаете, кто такой козел отпущения? Это красивый козел, который ведет стадо баранов в пропасть или на бойню. А потом для него... На бойню, вернее. На бойню. А потом для него делается специальная дверка, и он туда нырк. И уходит. И потом следующее стадо баранов ведут на бойню. Но в данном случае никто не будет спасать, скажем так, вот этого крысолова, который идет. Потому что он... Это заклание. Он будет такой же жертвой. Потому что сейчас нагнетается огромное количество масс, которые слушают, любят, визжат от восторга. Трусы там, лифчики бросают, говорят. И, значит, соответственно, если его потом тоже подсечь, то представьте, какой взрыв будет. Конечно, не такой, как от Шатунова. Конечно, поняли, что если пришить этого Даню Милохину, то не будет никакой реакции. Народ только... Ну, как бы... Позлобствует, скорее всего. А вот здесь-то на патриотизме, здесь-то замешано. Да я русский, да мы встанем. Да какой герой-то у нас уже так готовенький, то уже можно, что называется, подсечь-то, сжатву это сделать. Ну, вот... Поэтому, чтобы и его спасти, в том числе, я ни в коем случае не хочу ему никаких зла вообще никому. Я не считаю, что вот этот вот, который там проклятие всем шлет, что это правильно, на этой волне, ни в коем случае не надо никому слать проклятие, потому что это проклятие, это загрязняет душу самого человека, который кого-то проклинает. Наоборот, если есть возможность сказать горькую правду, лучше ее сказать, что я и делаю. И вот в связи с этим, почему именно «Седая ночь». Ведь не он сам ее выбрал, эту песню, не он. Нет, не он. Он говорит, что он что-то там лопочет, что он свои нотки внесет, но постарается даже тональность. Да кому это интересно вообще, вот эти вот разговоры про тональность? Люди же сказали, что в другом исполнении невозможно слушать эти песни. Они же написаны человеком, которые из этих, кто близко даже, понятия не имеют, о чем там поется, как они могут что-то перепеть. Не могут они. Они не способны на это. Опять-таки, не потому что они плохие исполнители, а потому что они просто в этой шкуре не были. Они не прошли, они не страдали. Они не страдали той самой тайной, которую ты знаешь, но сказать не можешь, помочь не можешь многим этим детям, несчастным, бездомным, детдомовским, в некоторых случаях, в некоторых детдомах. Слава Богу, не во всех, но в некоторых. Особенно то, что творилось в 90-е годы. Но об этом же намекали, говорили. Даже Катя Гордон говорила, что можно, как, почему опять забывают про эту тему. Это же именно с этим связано, ни с чем другим. Ну так вот, и в связи с этим, почему ему сунули именно эту песню? Надо посмотреть эту песню в исполнении Юры Шатунова, но поскольку это нельзя, это авторское право, нарушение авторских прав, но мы можем сказать текст, и мы можем покадрово посмотреть клип, что же там сказано. Так вот, я увидела в этом клипе, и сейчас я вам его тоже скажу, в этом клипе именно все сказано, такие вещи, что это контракт. Контракт, который сорвался у них с Шатуновым. Они его вели-вели, но он не поддался им. Они не смогли его сожрать, они не смогли из него сделать настоящую сакральную жертву и повесить это все на русский народ. Не получилось у них. И теперь они готовят новенького. Поэтому это должно быть завершение, этот судный день, это вот эта война судного дня, как раз она тоже идет. Это все опять вписывается в события, в определенные эти цифры, все это идет, вот эти Иуды, перенос предательства, перенос ответственности, вот эта карма, да, снять с себя вину и переложить на целый народ. Как они ведут, как они называют палестинцев, что это не люди, это звери, их надо убивать. Это же чистый фашизм неприкрытый. И что вы хотите, на что вы рассчитываете, наивные люди? Это же, они же это все и пропагандируют, и внедряют вот через подобные аферты. И этим афертам надо говорить запрет, надо ставить вето. Вето работает, поэтому они его боятся. Вето работает даже в ООН. Не случайно оно там работает. И даже один, один персонаж, один человек, один объект может запретить целое зло, ведь все зло делается только с нашего попустительства. Поэтому я это зная, понимая, я не собираюсь попустительствовать и впускать в себя это зло. Я отвечаю за свой род, за свой народ. Я отвечаю за себя. Нас воспитывали так, нас воспитывали так, что честь береги смолоду. Я это очень хорошо усвоила. Смолоду, не продавайся, дели свой кусок хлеба с товарищем. И бессмертные слова Николая Островского из романа «Как закалялась сталь», что жить нужно так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинненькое, меленькое прошлое, чтобы умирает, и мог сказать, да, я прожил свою жизнь не зря. Я боролся за дела рабочего класса, рабочий класс и паразиты. То есть те, кто работают и те, кто паразитируют. Вот это прослойка. И управленческая прослойка, которая взошла в 90-е годы и проросла в нашем обществе, ее просто так не сковырнуть. Поэтому так тяжело и сложно идет борьба к суверенитету. И гибнут люди, и сейчас они гибнут, наши молодые мальчики. И какая может быть, веселье на этом концерте, как сказали, что веселье будет, мы хотим веселиться. Они хотят веселиться. И вот, значит, что за этим стоит? Я считаю, что грозит опасность вот этому человеку, вот этому молодому человеку, который не знает, которую роль, он играет роль, но не знает всей, не осознает, не понимает, что ему приготовили, подготовили, почему ему засунули эту песню именно. Он должен завершить их гештальт, который не дал им завершить шатунов. Завершить этот гештальт с этой седой ночью. И тогда надо смотреть символику самого клипа. И сейчас мы переходим к клипу. Я ночью записываю этот ролик, потому что считаю необходимым сказать это именно сейчас. То есть я ставлю свое вето. Буду прокручивать, ставить на паузу. Вот начинается клип «Седая ночь». Коридор освещенный. Что там дальше у нас? Вот так вот поднимается коридор. Здесь мальчик бегает, поэтому коридор. Ну, коридор в символике это часть жизни, направление, из которого человек не может вырваться. Вот он находится как бы в туннеле своей реальности. Туннель реальности. Вот он бегает, играет. И вот сидит Юра. Юрий Шатунов сидит и поет про эту седую ночь. Ты, седая ночь, знаешь все мои тайны. И ты не в силах мне помочь. Тайны. Говорю, а у меня мороз по коже. Вот он сидит так, безрадостный такой, спокойный. На чем коридор? В конце того коридора вот мальчик этот, бегает ребенок. Это как бы его душа, можно сказать, яйцетворение. С мячиком играет беззаботно, но не выйти из этого коридора. У него кресло интересное. В этом кресле, если приблизиться, там веревки. Да, он сам не опутан в веревках, но все это кресло, все в каких-то веревках. Что еще здесь? Вот веревки. Видите? Это тоже непростая символика. Весь опутан. Так, а вот у нас начинается некий персонаж, который держит некую бумагу. Ну, похоже, допустим, это контракт. Так, что там дальше? А вот, смотрите, Карабас-Барабас. И кто там управленец? Кабалист. Циферки у него, циферки. 23, 33. Вот он что-то там смотрит в своих ящичках. А здесь девушка сидит на другом конце коридора. Песня Юра поет, что он видит ее счастливый глаз, но они не будут вместе ни сегодня, ни завтра, никогда. Она его любит, он ее любит, но между ними вот этот коридор либо контракт. Они не могут быть вместе, то есть он не может быть с тем, кем он хочет. Вот. И ничего с этим поделать нельзя в этой седой ночи. Опять этот коридор. И вот этого дядечку показывают, часовщика, который что-то там шарудит. Судьбы эти рассматривают, часы. И что-то пишет. Так, коридор. Пока даже без текста. Давайте просто посмотрим. Что текст вы сами потом послушайте. Давайте просто посмотрим картинку, что они сюда заложили. Вот он смотрит, этот дед. Ну, карабас-барабас. Вот в ящичках это могут быть судьбы личности людей, очередные. По счету кабала. Девушка, которая любит, вот хочет, да, но быть вместе они не могут. Грустный он, грустный сидит в этих петлях, каких-то веревках. Опутан весь, опутан ложью, обещаниями, обманами. дядечка, который, что у нас тут, сует контракт, девушка, что-то читает. Так. Периодически прорывается какой-то свет. От карабас-барабас. Вот часы у нас тут стоят. Часы на месте. Сколько там? час двадцать три. О, как интересно, да? Один двадцать три минуты. Интересное время. Опять двадцать три, тридцать три. Тридцать два. Вот у нас тут виднеется. Тридцать два, тридцать четыре. Цифра двадцать три прямо над головой. Вот между вот этим белым пятном и этой лысиной. Вот это цифра двадцать три. И здесь тоже похоже на двадцать три. Так. Чаек наливает. Очочки. Часы лежат. Часы лежат. Секундомер. Время тикает. Все запрограммировано. Так. Что здесь еще? Вот это что? Не поняла. Не поняла, что это такое. Так. Мальчик. Мальчик. Это типа тамбура, в которых одежда у детей, у детдомовских. Ну, не только у детдомовских. В детском саду еще где-то. Вот какое-то общественное место. Смотрит он на него так грустно. Этот опять там что-то подсчитывает. Карабас-барабас. Часы не видно. Ага. Еще там подсчитывает. Судьбу какую-то решает. Ковыряет. Управляет. Подстраивает события. Свет появляется. Грустный он очень. Юрий Шатунов здесь. Мяч летит к нему. Смотрит он на этого мальчика беззаботного. И мальчик ничего не знает и не понимает, что кто управляет его жизнью. Мальчик он сам в детстве, который ничего не понимает. Играет. И кто-то играет его судьбой. Вот весь в веревках сидит. Ничего сделать нельзя. Безысходность такая. Вот на мальчика тоже свет. То есть были моменты, когда свет был, и, наверное, можно было выскочить из этого коридора. То есть вот свет прорвался. Выскакивай. Нет, пропустил. Девочка читает. Девушка. Причем другая какая-то девушка. Она читает некую бумагу. Так. Ходит эта девушка. Грустный он смотрит. Поет ей. Вместе. Вот с этим не будет. Не будут они вместе. И здесь тоже время. Здесь тоже какое-то время. Я пока не могу понять. Вот здесь ноль-ноль. Непонятно. Не вижу пока. Может быть, вы разглядите, какое здесь число. Я думаю, это тоже важно. Либо это перевернутое. 69, если наоборот. Не пойму пока. Так. Опять коридор. Грустный такой. В веревках. Вы видите, что это все веревки. Вот кто нацепил? Это же символика клипа. Не будут вместе. Ну, с тобой не будем, да? Ну, с тобой не будем. Так. Кто-то у нас тут появляется. Персонажи. Поэтому коридоры идут. Друг напротив друга. Вот они два, которые не могут быть вместе. Вот ее счастливые глаза. Но вместе они не будут. И этот Карабас-Барабас ведет свой подсчет. Бухгалтерскую книгу свою ведет. Этих судеб. Решает за них. Вот этот вот глобальный. Так. Подходит. И девушка бросает, разрывает этот контракт. Бросает. Вот этот предложил контракт. Она ему бросает. Разрывает контракт. То есть был какой-то контракт. Возможно, он его разорвал. Вот этот тут главный. Тут думает, как это все привязать. Вот этот дед с чайком. Мальчик играет, ничего не подозревает. Опять свет высвечивает вот этого в шляпе, который предложил контракт. А мальчик пытается собрать эту бумажку. Были возможности у него в жизни, что ли, у Юры, женщина, которая защитила его, разорвала этот контракт. Но он не понял тогда этого. Он не понял. И он пытался его собрать. Он думал, что, может быть, это, как он говорил в одной из песен, что карта выпала подмётная, да, вот, краплёную, что выбрал он жизнь богатую, да. Вот какая-то у него песня есть. Вспоминайте, поклонники. Что там ещё в этом? Они смотрят друг на друга, они любят друг друга. Он любит её, она любит его. Но он не может. Не могут они быть вместе. И знает это тайна, тайна. Седая ночь. Вот тайны. Вот они эти тайны. Вот они плеть. И не может он этой девочке ничего сказать, объяснить, почему они не могут быть вместе. Потому что там большие тайны. Вот её высвечивает свет. И вот эта гнида опять, мне кажется, вот эта вот зараза, которая рулит этими судьбами. и которая является хозяином, получается, того, кого здесь показывает Юра Шатунов. Посмотрите внимательно этот клип. Может быть, вы ещё что-то заметите в этом во всём. Я сейчас навскидку, потому что я смотрела. Мне кажется, здесь заложен именно контракт. Контракт. Вот они. Были, были и освещение, были, попадает свет, высвечивает их, что у него там лежит, что у него в ящичках. Чаёк он наливает себе, отдыхает. Вот что это за такой. Вот и часы тут нам показали. Часы такие интересные, красные. Может быть, вы ещё какую-то символику увидите. Этот клип очень непростой. Поэтому, если здесь контракт, который он разорвал, то, спев вот эту седую ночь, вот этот вот шаман, вот контракт, вот здесь, то он завершает его. То есть они какой-то свой ритуал на этой седой ночи проводят, за которой там тайна. Естественно, мы всего этого не знаем, не понимаем, но какие-то отдельные символизмы, они, ну, явные такие символизмы, непростые. Вот она читает этот контракт. Девушка здесь. Так, кто здесь ей ещё что мелькает? Видели, какие мелькания кадров? Вот этот принялся с контракт. От мужика от этого. Вот этот всё крутит, рулит. Вот, то есть вот надстройка, око всевидящее, то есть один глаз у него, у этого деда. И вот он берёт в судьбы, загоняет в коридор и сидит, ничего не может. Бегает ребёнок и не понимает, что с него уже всё решили. Похоже, что... Похоже, что именно... Вот так это всё. Но мы поставим вето. Мы поблагодарим Юрия Васильевича Шатунова за то, что он нам передал в символизме, что с ним проходило, и будем дальше разгадывать его песни и не давать никому, не давать никому совершить ещё большее зло, в том числе над нашим народом, потому что он государственный ребёнок. Это ребёнок нашего народа. И он пришёл светом, и он просветил вот эту систему ценой собственной жизни, как и Кузнецов, Сергей Кузнецов. Поэтому светлого им мира мы их никогда не забудем, этих людей, будем помнить. И самое главное, не предавать. Самое главное, трусость. Как сказал... Как сказал Понтий Пилат. Нельзя предавать Шатунова. Нельзя предавать его память. Поэтому благодарю всех, кто твёрдо стоит на своём. Вот там ещё какой-то символизм. Я говорю, может быть, вы ещё что-то заметите. Вот весь опутан в этих верёвках. Всё в верёвках. Не мог ничего напрямую сказать человек. Жуть какая. Как они могут петь его песни? Разве они это поймут? Да никогда. Эти благополучные люди, певцы, исполнители, которые только пиарятся, приходят на это всё. Так что вот такая моя версия. Как хотите. Но я считаю, что здесь заложена большая информация. Он здесь нам рассказал про свою жизнь. Знает, седая ночь, все мои тайны. Но не в силах мне помочь. 29, что ли? Что за цифра? Что за цифра? Ноль. Попробуйте угадать, что там за цифры. Не случайно же они показали. Это же часы. Часы. Либо это 69. 9, 6. Это всё равно их. И ноль. Может быть, ещё увидите что-то. Возможно, это надо перевернуть. Тогда ноль-ноли. 69. Нет. Не знаю. Здесь какая-то тоже есть загадка, но это не случайно. Вот обратите внимание на это число. Оно как бы вот число времени. Предлагали контракт. Предлагали контракт. Вот это вот счётчик. Сидит там. Строит. Управляет судьбами. Считовод. Контракт не принят. Спасли тогда душу Юры. Спасли. Не удалось. Хоть и опутан был весь, но понял. Не удалось. Не удалось им захватить его душу. Видите, тоже как интересно глаз высветили шляпе этой. Это же символизм определённых структур. От кого это приходили. Чёрные шляпы. Вот считаю, что кому-то было интересно, несмотря на длительность этого фильма. Благодарю за внимание. Пишите свои комментарии. Пишите, что вы думаете. Какие символизмы вы ещё нашли в этом всём. как вы полагаете, насколько я права в своём, вот в такой версии, в своём видении всего этого. Честно говоря, я считаю, что вот этому исполнителю, молодому шаману, ему, в общем-то, аккуратно надо с этими товарищами играться. тем более с юринами песнями. Это по острому лезвию ходить, по лезвию бритвы. Тем более, когда ты не знаешь броду, как говорится, не лезь в воду на чужом горе, счастье не построишь никогда. А у людей это горе. И радоваться вот этому, всему этому горю, вот тому, что его загубили, этого человека, невинного, светлого, который выдержал и который, в общем-то, нам всем большой-большой огромный пример в жизни стойкости, мужества, ума, доброты, света, через который, через него это всё проходило, и он дарил это безвозмездно людям и сказать ничего не мог. А в глазах-то тоска, такая боль была у него, сказать не мог. Спасибо тебе, Юрий Васильевич Шатунов, что ты был с нами в этом мире. Низкий тебе поклон и светлые тебе сварги. До свидания. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ.